Добрый день. Спасибо всем, кто пришел и не испугался от погоды. Сегодня 12 ноября и исполняется ровно месяц с дня рождения Ральфа Боуэллимса, 150-летний юбиляр этого года, крупнейший перегонский композитор. Наверное, он в долгом представлении не нуждается, так же, как не нуждается, наверное, еще в большей степени не нуждается в представлении второй виновник нашей встречи, Леонарда Бернстана. Дирижер, композитор, и сегодня он нам интересен, скорее, как музыковед и аналитик, аналитик музыки. Материалом и сюжетом, темой нашей встречи служило выступление Леонарда Бернстана в одном из его «Концертов для молодежи», которым он вел на протяжении многих лет в Нью-Йорке концерты, в которых он выступал в качестве ведущего, комментатора и исполнителя. Это были такие блистательные лекции-концерты, в которых Бернстан рассказывал о музыке в ее разных ракурсах и апостасях, задрагивал очень сложные темы, проблемы музыкальные. И говорил об этом очень доходчиво, чтобы было понятно детям, их родителям. Мы видим, как камера навозит объектив на зал, и мы видим детей в разных уголках этого зала, которые в основном скучают, всем своим видом подают, как они устали, как им это не интересно. Но, тем не менее, эти концерты пользовались популярностью, и наверняка многое из того, что эти скучающие дети услышали в далеком детстве, потом как-то проросло и так или иначе перенесло им пользу. Особенность этих слов, комментариев Бернстана, ну она уникальна. Пожалуй, трудно назвать еще кого-то рядом с ним, кто умел поговорить о сложных проблемах музыки таким доходчивым и понятным языком. Впоследствии эти лекции Бернстана были изданы в качестве книги. И вот такая книжка, одна из таких книг, их две, вышла даже в мостом переводе еще в советское время. И тот сюжет, который нас сегодня интересует, он как раз входит в книгу «Концерты для молодежи» издана у нас в 1991 году в переводе Елены Филипповны Бронко. Главой называется «Музыкальный атом учения об интернахах». И одним из сюжетов, одним из действующих лиц этой главы стало как раз произведение «Райповодные лица». Так что сегодня многое сошлось на этом композиторе и сочинение. В самом начале я позволю себе распространить цитату, чтобы было понятно, зачем речь. Ну, из заголовка нашего сегодняшнего разговора, наверное, непонятно. Секунды в симфонии. И то, как их услышал Леонард Бернстайн в сочинении Райфа Лоуна Миллинса. Конечно, речь пойдет о очень важных, поскольку интервал это, по выражению Бернстайна, атом, музыкальный атом, речь пойдет о микропроцессах, микроявлениях, которые очень важны в музыке всегда любой, и в особенности музыки позднейшей симфонической, которая обрела новые качества, новые, так сказать, новые формы существования уже в последние 300-200 лет в особенности. И главнейшее это качество, которого мы имеем прямое отношение именно музыкальный атом, интервал, это музыкальная форма. И крупная музыкальная форма вот именно такая, как симфония. Да, и этот цитата прозвучит дважды, двух версиях. Сначала я прочитаю перевод Бронфин, а потом мы посмотрим оригинал. Само выступление Леонарда Бернстайна в Нью-Йорке в 65-м году и с музыкальными примерами, которые он будет демонстрировать и на рояле, а потом и в завершении разговора сыграет целиком финал Четвертой симфонии Ральфа Булны Юнса. Речь пойдет именно о Четвертой симфонии Булны Юнса. Итак, чтобы вы почувствовали разницу между малой и большой секундами, потому что сочинение, о котором у нас сейчас пойдет речь, почти целиком создано из тем, построенных на малых и больших секундах. И разница между ними, как вы видите, очень важна. Это потрясающее сочинение. И снова Четвертая симфония. Перед этим была Четвертая симфония Бранса. И снова Четвертая симфония, но на этот раз замечательным английского композитора Ральфа Булны Юнса. Позвольте показать лишь чуточку из того, что Булны Юнс делает с этими маленькими интервалами в первой части симфонии. С первых же танков, открывающих первую часть, он представляет нам малую секунду. Ну, как бы говоря, это будет тема моей симфонии. Чтобы сэкономить время, я позволю себе не играть сейчас примером. Мы это все услышим потом у самого Леонарда Бенставина. И это всего лишь нисходящая малая секунда, сопровождаемая падением на октаву. Теперь, чтобы построить свою тему, он повторяет малую секунду и сопровождает ее еще малыми секундами, нисходящими с большой высоты. Затем, даже выше, он дает нам еще пару спускающихся малых секунд. И эти четыре ноты, ни бемоль фа, ни бика, формируют основной мотив, или мотто, девиз всей симфонии. Эта мотто будет замечаться в протяжении всего произведения. В различных ритмах, то быстро, то медленно. В отец этой резкой отступительной темы звучит еще резче, потому что в то время, как высокие инструменты играют одну ноту интервала, низкие инструменты играют вторую, до, что создает чрезвычайно резкий диссонанс. Так получается потому, что когда этот интервал малой секунды сыгран вертикально, помните, то есть одновременно, он создает весьма резкую гармонию. Теперь перед вами тема целиком, во всей своей остроте и силе. Давайте я, пожалуй, сыграю. Действительно, это резкое начало симфонии. Создает впечатление, как будто здесь в норме секунд ничего нет. Но обратим внимание, вернустально обмолвился, когда между делом и на этом никак не акцентирует внимание публики, и более не возвращается к этому промежу в интервал октавы. Вот это самое падение на октаву. Но все-таки речь идет только про секунды. То, что происходит непосредственно, вслед за тем, снова сделано из малых секунд. Только на этот раз не нисходящих, а восходящих. Наподобие огромного чудовища, вылезающего из моря. Здесь даже нарисовано это чудовище в книжке. Ползет что-то такое среднее между крокодилом и драконом. И так следует дальше. Удивительно, что можно создать из этой маленькой секунды. Действительно, все четыре части симфонии разрабатывали до конца этот крошечный интервал. Бернстайн верен себе. Вот это видит мотив его рассказа про симфонию Вона и Уильямса. Все четыре части разрабатывают до конца этот крошечный интервал. К примеру, следующая часть использует малую секунду медленного песенного характера движений. Самый замечательный момент наступает как раз перед концом части, где звучит печальное слово «флейты», созданное в основном из падающих малых секунд. И мы услышим, как флейтист по предложению Бернстана как раз играет это соло. Но внизу гармония тромбонов, состоящие из четырех очень тихих аккордов, которые, как по волшебству, произносят моды из четырех нод первой части. И тромбоны играют вот свои хоральные аккорды. А далее они играют это все вместе. Здесь в контрапункте помещены флейтовая мелодия и эти аккорды целая сеть малых секунд. Опять, целая сеть малых секунд. Какую таинственную атмосферу способен создавать этот крошечный интервал. Затем внезапно вступает третья часть, полная и поднятого настроения, будто призванная Россией таинственность. Но через мгновение снова звонка звучит у медных инструментов то же мотто из четырех нод. Затем она в более быстром движении, у девянных духовых, и даже еще быстрее у струнных, как бы показывая, что загадка малой секунды из первой части все еще не разрешена. Кажется, что все три части объединены в стремлении разгадать тайну тех малых секунд, которые мы слышали в начале. Но в последней части, в конце концов, у нас появляется чувство, что мы разгадали тайну. Это тогда, когда прорывается большой радостный напевок. Тоже следует цитат, например. Что же заставляет эту музыку звучать таким разрешением, таким освобождением? А вот, что после всей круговерки с раздражающими маленькими интервалами, малыми секундами, которые мы слышали на протяжении трех частей, наконец пришел победно звучащий мотив напев, который превращает малую секунду в большую. Получается эффект ясного и убедительного утверждения. Теперь очевидно. Большие секунды не были бы стоить значительными в сравнении, скажем, с квартами или квинтами. Но сравнимая со скрипучей малой секундой, которую мы слышали во всех мыслимых формах в течение трех частей, большая секунда воспринимается нами как растворившийся небесный вратал. Вот посмотрите, какая разница хотя бы между этим и тем, что написал Вон Уильямс. Тут перед нами истинная магия интервала. Рука гениального композитора, скромная, простая, большая секунда может приобрести величавость горной вершины. В финальной части симфонии интервал секунды применен во всех возможных вариантах, в мажоре и в миноре, в нисходящем и восходящем движении, во всяком роде ритмах. И при этом он сочетается со всеми различными темами финала, в блестящем контрапунктическом изложении, которое само пронизано неистовством в секунду. Но на самой вершине мертвоволнующего созидания, когда все движется подобно отрядам упадающих, на самой последней странице композитора внезапно отбрасывает нас назад в диссонантный мир, гневое отчаяние первой части и заключительными шестью тяжелыми ударами симфония приходит к яростному концу. Откуда это внезапное, короткое, гневное диссонантное окончание после полной радости части, которое заставило нас почувствовать, что мы наконец-то разрешили некую проблему? Речь идет вот об этих ударах. Вот так заканчивается эта симфония. И тоже, кстати говоря, основное трезвучие, трезвучие основной тоннельности симфонии фа минор, как будто бы расщеплено. Звучит оно временно, да? И каков же ответ Дамус Саймин? Так вот, этим завершением, вон Виненска, выговорит нам, мои дорогие слушатели, так обожили. Ну, давайте теперь послушаем. Саймин. 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 Now, I know this seems to be getting complicated, but I do want you to feel the difference between a minor second and a major second, because the piece with which we're going to finish our program now is almost totally made out of themes built in minor and major seconds. And the difference between them is very important, as you're going to see. Now, this ear-raising piece is, again, a fourth symphony, only this time by the great, famous British composer, Vaughn Williams. We're going to play for you only the finale, the last movement, but in order for you to relish it to the fullest, I want to show you a bit of what Vaughn Williams does with those tiny little intervals in the preceding three movements. From the very opening bars of the first movement, he is already presenting us with minor seconds, as if to say, this is going to be the subject of my symphony. Now, that's nothing but a descending minor second, followed by a drop of an octave. Now, to build his theme, he repeats that minor second, and follows it up by more minor seconds, descending from a greater height. And then, even higher, he gives us two more pairs of descending minor seconds. And those four notes form the basic motive, or the motto, of the whole symphony. You're going to hear it a lot in the last movement. Now, in the orchestra, this rugged opening theme sounds even more rugged, because while the high instruments are playing one note of that interval, of that minor second, the low instruments are playing the other. And that makes a mighty, clashing dissonance. Because when that interval of the minor second is played vertically, you remember about vertically, meaning simultaneously, it makes harmony of a very bristly kind. Now, just listen to the whole theme now, in the orchestra, with all its bite and strength. Pretty bristly, isn't it? Now, the very next thing that happens is again made of minor seconds, only this time they're rising instead of descending, like a great monster rising out of the sea. It sounds like this. You see what can be done with minor seconds? You can have all sorts of music. And so it goes. Almost the whole movement is concerned with these dissonant, fierce, gigantic uses of that tiny interval, the minor second, especially in its four-note motto form, which is this. Now, the second movement also uses seconds, minor and major, in a slow, song-like way. But its greatest moment comes just before the end of the movement, where there's a sad flute solo, mostly made of falling minor seconds. Sounds like this. And underneath that flute solo, the harmony and the trombones, consist of four very soft chords, which, as if by magic, spell out the four-note motto from the first movement. Just listen. That's the harmony under the flute solo. Now listen to them together, the flute melody and those chords, in common point. It makes a whole network of minor seconds. It's beautiful, and what a mysterious atmosphere it makes with those tiny little intervals. But then, abruptly, the third movement charges in, in high spirits, as if to dispel the mystery. But after a brief moment, the old four-note motto clangs forth again in the brass, and then faster in the woodwinds, and then even faster in the strings, as if to show that this riddle of minor seconds from the first movement is still not solved. Sounds like this. You hear that? Now it seems as if all the three movements so far have been bent on solving the mystery of those minor seconds that we heard at the beginning. But now, in the last movement, we finally get the feeling of having solved it, as it breaks in with this great, joddy tune. Now, what is it about that music that sounds so solved, so liberating? It's just this, that after all the messing around with those crabbed little intervals of minor seconds that we've been hearing for three movements, we finally arrive at a triumphant tune that opens up into a major second. Now, obviously, major seconds aren't all that wide open, compared to fourths, for instance, or fifths, which are really wide open, but compared to the scrunching little minor seconds we've been hearing for, in every conceivable form, three movements, this major second seems like the gates of heaven itself. And there you have the real magic of intervals. In the hands of a composer who's a genius, a modest, humble little major second can have a mountainous majesty. And so, all through this final movement, you'll hear the interval of the second used for all its work, major and minor descending, ascending, in all kinds of rhythms, and combined with all the different themes of the finale in a dazzling display of counterpoint, which finally works itself off into a frenzy of major and minor seconds. But at the very height of this exciting build-up, when everything is going like gangbusters, on the very last page, the composer suddenly herbs us back into the dissonant rage of the opening movement, and with six final hammer of blows, the symphony comes to a savage end. Now, why this sudden, brief, angry, dissonant ending after a whole joyful movement that made us feel we've solved something at last? Well, it's as if Paul Williams were telling us, ladies and gentlemen, boys and girls, that's life. Well, here we will be able to do it for a long time. I hope everything will be clear, especially with the foreword, which was published in the beginning. Продолжение следует...